Итак, из ведических писаний я узнал, что в уме находится ощущение счастья и ощущение страдания человека. Также ум, он снесет в себе силу, которая определяет судьбу, то есть эта сила находится в этой глубинной памяти, в этом шарике психическом, которая находится в области сердца. Также надо знать, что в уме находятся эмоции, чувства, мысли, память и также психическая энергия человека. Стресс, ощущение стресса тоже в уме. У меня хорошее или плохое настроение, это тоже находится в уме. Но есть еще одна психическая структура, которая контролирует ум. Эта структура называется разум. И эта структура, она имеет три центра психических. Один в области ЛДА, второй в области сердца и третий в области паха. И вот эта вот структура психическая, которая называется будхи или разум, по-русски сказать. Видите, слово разум, он откуда-то живет, правильно? Вот. Эта структура, она и способна победить стресс, она также способна способствовать стрессу. В этой структуре находится сила, которая наполняет ум счастьем. Человек для того, чтобы получить счастье, он должен наполнить разум силой. Разум наполняется энергией знания. Разум соткан из знаний. Ум соткан из счастья, разум соткан из знаний. Человек должен знать, откуда получить счастье. Отсюда возникают цели жизни. Что такое цель жизни? Это психическая сфера, в которой человек получает удовлетворение. Допустим, кто-то нацелен, чтобы выйти замуж. Это цель жизни. Человек ищет возможности. Кто-то нацелен где-то построить дом. Кто-то нацелен, допустим, родить ребенка. Или кто-то уже на ребенка своего нацелен. Это называется цель жизни. Когда человек контактирует со своей целью жизни, он получает счастье и испытывает спокойную жизнь. То есть ему хорошо, он чувствует, что у него в жизни все нормально. Как только цель теряется в жизни по каким-то причинам, то человек теряет свою жизненную нить. Он не может найти себе место. Допустим, если целью жизни женщины был муж, если муж уходит, то женщина не может найти себе место. Она начинает испытывать жуткие страдания психические. И эти страдания бывают трех степеней силы. То есть первая степень силы, это называется просто психическое возбуждение, просто неудовлетворенность. Потом дальше идет стрессовая реакция. То есть что такое стрессовая реакция? Это когда разум подавлен, он не может функционировать нормально. И развернутый стресс означает, что разум вообще не работает. Временно потерял свою функцию. Мы знаем, что сойти с ума гораздо... Это проблема, да? Сойти с ума. Что значит сойти с ума? Это значит, что у человека нарушаются вот эти тонкие жизненные каналы, по которым течет мысль. Он теряет ощущение себя как личности. Он теряет чувство реальности в результате того, что он сходит с ума от человека. Это гораздо сложнее восстановить. Но сойти с ума, это означает как раз сойти в состояние стресса. То есть этот человек реально воспринимает мир, но он воспринимает по-другому этот мир. Он воспринимает как в тумане. То есть у него нет ясности, как жить, что делать, зачем я живу. У кого сейчас такое состояние? Он в растерянности находится. Вот вы находитесь в стрессе. Значит, сколько у вас по времени это состояние длится? Год. Что-то служило причиной? А? Ну вот, видите, то есть у вас была цель в жизни. Это семейное счастье. Вы потеряли эту цель. И вы получили вот эту вот подавленность разума, которая называется стрессом по факту. Есть три центра разума. Один центр находится в области лба. И его подавленность приводит к тому, что человек теряет нить мысли. Ему трудно думать. Второй центр разума находится в области сердца. Когда он получает поражение, то человек чувствует депрессию, он находится в депрессии. Когда есть еще третий центр разума, который находится в области паха, когда он поражается, то человек пребывает в состоянии страха и беспокойства сильного. В основном, третий центр разума, самый нижний, не поражается в наше время. Это бывает, когда наступают военные действия, когда люди живут в жутких условиях каких-то, когда опасность на каждом шагу, и люди впадают в панику. Вот это состояние паники – это поражение самого нижнего центра разума. У вас, по всей видимости, поражен верхний, вот этот вот связанный с салгом. То есть у вас даже, мне кажется, тяжесть, да, кровя какая-то, вы чувствуете это? То есть вы не знаете, что вам делать. То есть буквально по-русски сказать «не знать, что делать». Частлив всего у женщин поражаются именно это центр разума, потому что есть особенность строения мужчин и женщин. У женщин чувствительность находится в области вот этого центра разума, а у мужчин в области сердечного центра разума. Причина заключается в том, что вообще все эти три центра разума, они связаны с тремя энергиями души. У души есть три основных потребности, или три энергии, которые составляют ее психическую структуру. Понимаете, что такое душа? Душа – это я. Это маленькая искорка, которая вечно живет. Маленькая искорка, духовная искорка. Мы имеем такую атомарную духовную природу. Мы вечно живем, у нас есть три потребности. Первая потребность – мы хотим счастья. Она находится вот здесь, в сердце. Вот, веды советуют во время лекции или читать стихи, или петь, чтобы лучше доходило. И я спою сейчас про вот этот вот центр разума, который связан с сердцем. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете живи. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. То есть это вот как раз связано с этой энергии разума, связанной с областью сердца. Или любовь не в сердце находится. Некоторые ученые считают, что любовь находится в половых органах. Это современное такое представление уже о любви. В древние знания не согласны с этим. Итак, двигаемся вперед. Энергия знания связана, это первая потребность энергии счастья. То есть душа хочет счастья. Душа хочет знания. И душа хочет вечности. Душа не хочет умирать. Она хочет вечно жить. Она хочет понять, что происходит. Поэтому она приходит на лекцию. Это причина, почему мы здесь собрались. И мы тоже. Вот. И душа хочет вечно жить. Она не хочет умирать. Даже ученые доказали, что те, даже кто заканчивает жизнь самоубийством, они бросаются с девятого этажа и по дороге начинают цепляться за стенки. И вдруг обнаруживают, что жить все-таки хочется. Но уже иногда бывает поздно. Поэтому третьи потребности души осуществляются через три поисковые системы. Я так вам образно все объясняю, чтобы вам так очередь было. Одна поисковая система, которая ищет знания, находится в области лба. Другая, которая ищет любви, находится в области сердца. Третья, которая ищет вечности, находится в области паха. И в целом есть две природы человека. Вы знаете, что у людей есть две основные природы? Два типа людей бывают. Знаете, Алик? Мухи и пчелы, они снижаются. Правильно, мужчины и женщины, да. Почему-то мухи и пчелы. Веда объясняет, что две потребности, которые душа имеет основные, это потребность любви, потребность знаний, они не могут одновременно осуществиться в жизни человека в полной степени. Поэтому люди, которые хотят любви, гармонии, счастья в жизни, близких отношений, они рождаются в женском теле, в теле, который на полной энергии любви. И в женском теле очень большая сила, разум обретает большую силу в области сердца. Разум, связанный с сердцем, очень силен у женщин. Здесь очень много силы в сердце. Это дает женщине эмоциональную силу. Когда женщина эмоционально себя ведет, мужчина убегает, потому что у него нет эмоциональной силы. Она сильнее его эмоциональной. Но мужчина, если человек хочет знания и разобраться во всем, победить свою судьбу, то он тогда рождается в мужском теле, и у него силен уже вот этот центр разума, который связан с энергией знаний. И мужчина побеждает женщину с помощью гемагогии. Садится перед нами, начинает. А у нее здесь, в этом месте, как раз слабое место, и она, когда у нее... Она в это время чувствует, что как-то тяжело становится. Слушаешь все это. Она должна что-нибудь соображать, что он хочет сказать. Это правильно женщина говорит? Тяжело даже сосредоточить, что он хочет вообще вне. И в это время, когда она уже не знает, что делать, она ему эмоционально говорит «Отстань ты меня!» А у него там дырка в этом месте. И эта эмоция прямо ему глубоко в сердце попадает. И так как энергией становится, он с помощью вот этого центра разума и еще сильнее. «Я тебе что сказал!» «Отстань ты меня!» И начинается скандал. Потому что ни мужчина, ни женщина друг от друга защититься не могут. У женщины здесь сила, сердечная, а у мужчины сила идет из головы. И поэтому они начинают бросать тарелками друг друга. То есть возможности, ничего сделать, ситуации нет. Никакой. На один центр разума для всех одинаковый имеет функцию. Это паховый центр. Он предназначен для того, чтобы как-то нормально жить. Квартирку себе какую-то иметь, защиту в жизни, пенсию, еще что-нибудь. Это для мужчины, для женщины одинаково актуально. Поэтому не обязательно какой-то новый тип тела получать. Тип тела, в котором ты хочешь жить в хорошей квартире. То есть не обязательно новый тип тела для этого иметь. Это мужчинам и женщинам одинаково важно. Итак, мы движемся вперед с вами потихоньку. Я вам рассказываю о том, как действует сознание человека. Есть еще одна тонкая структура, которая пронизывает все структуры, грубые, тонкие. Эта структура называется чувство собственного достоинства или ощущение себя как личности. Вот рука, я или не я? Мое. Видите, правильно. Мое. Потому что это ощущение себя как личности, оно состоит из двух вещей. я и мое. А голова это я? А сердце это я? Я. Я это душа. Ну, видите, вы все знаете. Но не все так могут. Некоторые говорят, что рука это тоже я. Это означает телесная концепция жизни. То есть я считаю себя рукой. Если я считаю себя рукой, значит тогда сознание очень сильно пропитывает грубое тело. И когда с пальчиком что-то случается, я впадаю в стресс. Потому что туда, куда идет сознание, там и цель жизни человека. Приведу пример. Допустим, девушка решила, что лицо это самое главное в жизни. Оно должно быть молодым и красивым. Вечно. Эта девушка в возрасте 65 лет натягивает себе лицо на шею, делает макияжи. Ее очень красиво. Но когда народ на нее смотрит, когда она на сцену заходит, он удивляется, чего же она вытворяет. Эта девушка 65 лет. Причина заключается в том, почему так вот происходит. Потому что очень сильное погружение сознания в тело. Человек отождествляет себя с телом. И он думает, что от тела зависит все его счастье в жизни. Часто бывает так, что девушки в возрасте 18 лет, особенно в этот возраст, они очень сильно настраиваются на телесную красоту. И они так сильно страдают. Допустим, нос немножко не той формы. Они начинают терроризировать хирургов, чтобы тебе поменяли нос, форму носа. И потом еще хуже иногда бывает, что хирурги иногда ошибаются. Девушка вообще впадает в стресс, потому что нос ей вообще теперь не нравится. А с ним уже больше вообще ничего не сделаешь. Все, что лишнее убрали, убрали чуть побольше, чем хотелось. Понимаете, причина стресса заключается в том, что человек сильно привязан к телу. Веды говорят, что эгоизм и ложный эго человека – это такая сила, которая приносит боль. Когда человек, допустим, сильно привязан к телу, он чувствует очень сильную потребность, чтобы тело было хорошим, здоровым, то эта привязанность может стать больной идеей. Например, есть такая патология, это когда человек настолько сильно болится болезней, что он начинает чувствовать эти болезни, хотя у него их нет. Разные фобии возникают. Результат, почему эти фобии возникают, потому что есть очень сильная привязанность психическая к телу. Привязанность означает, что сознание пропитывает слишком сильно эту часть нашей жизни. По факту, конечно же, сознание должно быть в теле, иначе оно даже здоровым быть не может. Но когда человек ставит тело целью своей жизни, тогда что происходит? Смотрите, молодой человек, поставив тело целью своей жизни, начинает качаться. Ну, что плохого, что у человека будут мышцы? И что плохого? Но поймите, что душа, она как в своей приоде, она не может ограничиться, она не может уже остановиться. Если человек поставит, что это целью своей жизни, то дальше надо дальше, понимаете? Остановиться нельзя. И поэтому он начинает колоть анаболики, потому что мышцы больше не растут. А ему надо больше и больше, больше и больше. Не надо уже, как у Шварценеггера, понимаете? Они растут. И он начинает гробить уже свое тело. Или, допустим, я решил наклоны делать, чтобы у меня было больше здоровья. 100 наклонов делал, надо 120. 120 делал, надо 130. 130 делал, надо 140. Я не могу остановиться. Потом бац, замкнуло поясницу. Понимаете, о чем я говорил или нет? Я голодаю. Решил голоданием лечиться. То есть я погрузился в такой, в цель жизни голодать. Или сыроедение. Я голодаю день, мало, ну, два, три, уже 10 дней, я уже голодаю. Я не могу остановиться, потому что, куда человек поправил свою цель, туда и пойдет развитие. Понимаете? И часто люди с ума сходят, от того, что голодают, сырую пищу одну едят, пока у них там, у нас один наелся, в нашем центре сотрудник, у него дистрофия органов началась, пришлось откармливать. Но он проверил, посмотрел, как это работает. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что сознание, соединяясь с эгоизмом человека, с его чувством собственного достоинства, «я» или «мое», может полезть не туда, может не в ту сторону полезть. И даже, вот смотрите, просто, как вы думаете, вот если девушка заботится о лице, это хорошо? Отлично. А если она начинает слишком много думать о своем лице, это хорошо? Доброе, потому что нет. Нет, да. Вот смотрите, она много думает о своем лице, и туда сосредоточивается эгоизм. Энергию эгоизма дает чувствительность, боль. В результате на лице появляется повышенная чувствительность. Она мазит каким-то кремом, этот крем уже не подходит, надо более тонкий крем, еще какой-то, и постепенно чувствительность возрастает, больше, больше, и больше, и лицо уже как щетка, понимаете, начинает чесаться, возникает кожное заболевание. Почему так происходит? Потому что идет чрезмерная концентрация сознания на лице. Понятно, да? Система. Куда нас направил свое сознание, там жди проблем. Если ты направил его туда, куда надо. Мы об этом еще будем говорить серьезно на этой лекции, потому что мы говорим о стрессе. И так эгоизм человека бывает двух типов. Бывает истинный эгоизм, или желание служить другим, заботиться о других, жить в гармонии с этим миром, стараться помогать, дружить, любить, быть добрым, быть сострадательным, быть смиренным. Так действует истинное чувство собственного строительства. Например, я сделал добрый поступок, и мне стало хорошо. От улыбки станет веселее, и сломой, и даже маленькой улитки, допускаем повсюду на земле, словно лампочки включаются от улыбки. То есть идея в чем заключается? В том, что вот настрой такой, делать другим добро, это то, что никогда не портит жизнь. То есть так действует истинное эго. Существует два типа эгоизма человека. Истинное эго, которое отрывается от себя, и ложное, которое привязывается, приковывается к себе. Эго объясняет, что ложное эго настраивает разум на невежественную жизнь, а истинное эго настраивает разум на благостную жизнь. Что такое благостная жизнь? Это жизнь, в которой карма или трудности жизни смягчаются. Когда человек отрывается от себя, начинает думать о других, у него легче, у него жизнь спокойнее становится. Допустим, женщина замечала, что когда она одинока, одна живет, думает только о себе, ей так тяжело. Когда ребенок появляется, она забывает про себя, и все трудности жизни уходят. Она заботится постоянно, ей легче жить. Так или нет? Вроде бы тяжело так-то, тяжело. Но жить в целом легче. Но когда никого нет, сразу начинаешь думать только о себе, и жить становится тяжелее. Понимаете, о чем я говорю? То есть есть две направленности жизни. И в целом, когда человек не работает над собой, не изучает, как правильно жить, то у него работает ложный эгоизм, он сам по себе всегда функционирует, когда мы с ним не боремся. Ну, например, человек, главное, утром не хочет вставать. Это истинный эгоизм или ложный? Работает. В это время у человека уменьшается обидчивость, напряженность, неприязнь ко всем, плохое настроение увеличивается. Увеличивается. То есть если человек не хочет вставать в постели, не работает ложный эгоизм, к нему можно подойти, там что-то сказать, ему хорошее? Можно, но с трудом. Ну, он вставит на меня. Вот. А если, допустим, человек сильно настроен подъесть, он хочет подъесть, он есть. У него истинный эгоизм или ложный, рабочий? Ложный. И можно с ним пообщаться нормально? Нет. Он тоже тебя загрызет. Надо сначала накормить. Ведь человек, как человека, находите сильнее, дрова колол. Социально не хватает. Тоже включает сложный эгоизм. То есть ложный эгоизм всегда нацеливает человека на себя. И тогда человек начинает сильно нервничать, злиться. То есть ему нужно удовлетворить свои потребности. Это выражается в шести силах, которые возбуждают, ложный эгоизм возбуждает в психике шесть видов силы. Первый вид силы – это вожделение или желание полового удовлетворения. Второй тип силы, который рождается из вожделения, называется гнев. Когда человек неудовлетворен в жизни, у него неудовлетворенность внутренняя, половая недовлетворенность, он становится гневливым или раздражительным. Третий тип врагов или врага человека, который рождается в результате действия ложного эго или эгоизма – это жадность. Человека чего-то не хватает. А мне всегда чего-то не хватает, зимой лета, зимой лета, зимой лета, осенью весна. Как ко мне подошел один человек и говорит, Олег Геннадьевич, я чего-то не пойму, что у меня за жизнь. Вот я спал, проложусь, а мне хочется прогуляться. Когда я погуляю, мне хочется покушать. Когда я кушаю, мне хочется отдохнуть. Чего-нибудь? Ну, сразу первая мысль пришла, я ему не сказал, правда, повеситься. Потому что надо делать то, что происходит сейчас. Для этого надо опобедить себе ложный эгоизм, потому что ложный эгоизм всегда нас мучает. Нам всегда чего-то не хватает. Вот квартиру получили, вроде бы хорошая, потом оказывается не очень. И опять начинал дозвонить. И так далее. Ну, то есть человек должен принять в жизни то, что он умеет. Принять. Женщина должна принять то лицо, которое у нее есть. Она не должна считать, что ей надо лучше. Вот какой есть, такой есть. Мужчина должен принять те возможности зарабатывать, которые он умеет. Как есть, так есть. Когда человек принимает свою жизнь, ему становится легче сразу. Уже меньше проблем. Принятие требует силы. Это силы разума. Это силы разума. И так, движемся вперед. Вам не скучно? Да, я еще не шушу даже. А он уже видится, что я еще не разошелся. Значит, все нормально. И так, движемся дальше. Говимка, а я всех врагов еще не перечислил. Жадность, да. Когда жадность развивается у человека, у него появляется такое чувство что-то иметь. И если он это не имеет, а имеет кто-то другой, тогда появляется следующий враг человека, который называется зависть. Следующий враг человека, еще более опасный, это когда человек уже впадает в мечты, он хочет что-то иметь, не сильно напрягаясь. Этот враг называется иллюзия. Когда человек находится в иллюзии, тогда он не соизмеряет свои возможности с своими желаниями. В результате он берет слишком большую ипотеку, которую не могут жить в углу. Или идет в казино, там проигрывает все деньги. Или он постоянно находится в каких-то бредовых идеях. Так девушки, находясь в иллюзии, мечтают о каком-то непонятном мужчине, которых не бывает на земле. В результате остаются не замужем всю жизнь. Это враг человека, это эгоизм так действует. Не то, что благородная какая-то идея, выйти замуж так, чтобы и остаться одной, если такого нет человека. Это деятельность эгоизма. И самая ужасная сила, которая разрушает жизнь, которая тоже в результате эгоизма возникает, эта сила называется безумие. Безумие. То есть человек сходит с ума. Это всякие вот эти вот направления жизни, которые предусудительны. То есть когда человек развратом занимается, допустим, пьянством, таркоманией, садистом становится, или он убийцей становится, это все опять же действия эгоизма. Эгоизм доводит человека до такой степени, что он попадает в такие ситуации в жизни. Как вы думаете, эгоизм может стать причиной цели? Цели жизни. А вот эти вот шесть продуктов человека могут стать причиной цели? могут быть, допустим, вожделения. Может стать целью жизни. Ну, то есть человек только видит тетку одну голову, и все, и больше ничего не может видеть. Вот, гнев тоже становится целью жизни. Месть, гнев, то есть он хочет отомстить, он в гневе живет. Злоба, хронический гнев называется злобой. Человек в злобе живет, он не может остановиться, он хочет... Беремен требует наше сердце! И так далее. Чуть в этом роде. Вот, жадность тоже может стать причиной проблем человека. Жадность, то есть у него что-то... Все время чего-то надо, он его куда-то несет все время. Вот. Целый день и на белом свете все куда-то корысят. Едут взрослые дети на работу в сосад. Едут в баню и аптеку и едут тещи на обед. И так далее. Ну, то есть человек несет. Жадность заставляет его трудиться много, работать, напряжение жить. Он напряжен постоянно, у него все меньше свободного времени. Цель тоже жизни. Больше денег иметь, жадность, больше денег. Цель жизни. Напрягает, нет? Напрягает. Можно расслабиться? Нет. Потому что цель жизни, она ведет за собой. Человек не может отказаться от цели своей жизни. Это самая сильная тяга, которая существует у человека в жизни. Вот если, допустим, у человека перед глазами стоит образ твой, то он не может от этого отказаться. Он как бы все время об этом думает. То есть, это цель жизни. Она тянет. Он не может ничего с собой сделать. Если человек мстит, мы знаем по фильмам, там сейчас много таких фильмов показывают, там, кровь на рукаве, всякие фильмы, там, и так далее. И Иван мстит, ему надо победить, и он тоже только этим живет. Если человек в жадности живет, в фильме не надо показывать, сейчас большинство людей так живет, потому что так хочет наша культура современная. Она нас нацеливает на то, что надо больше денег иметь, в этом успех жизни и счастья заключать. Поэтому все пахнут как из-за крышаки на двух работах и думают, что от этого счастье увеличивается. Но виды интересные это объясняют. Смотрите, у человека есть определенные возможности быть счастливым. Если взять эти возможности в круг, нарисовать, то по жизни и по судьбе человеку положено столько-то любви в жизни, столько-то здоровья, столько-то денег, столько-то отпусков, столько-то отношений с детьми, столько-то отношений с друзьями, столько-то, допустим, работы над собой и так далее. Секторы. Чаще состоит из этих секторов. Вот представьте, если я начинаю увеличивать один сектор, количество денег, я увеличиваю, что сокращается. Возможность отношений с женой сокращается, времени меньше становится. Возможность отпуска с польки сокращается, потому что времени меньше. Возможность быть здоровым сокращается, потому что упакиваюсь на работе. Возможность общения с детьми сокращается, потому что нет времени. Возможность дружить сокращается, потому что некогда. Возможность и что остается? Только одна работа. так или нет? Человек вроде бы хотел больше счастья, а получается, что он теряет все фактически. И часто такой феномен интересный, что когда люди вот так пашут, пашут, что из этой квартиры, потом они въезжают в эту новую квартиру, потом разводятся. Знаете почему? потому что те ожидания, которые они вложили вот в этот труд многолетний, они не оправдывают себя. Лучше жить в небольшой квартирке и жить полноценной жизнью, получать все виды счастья, потому что эти годы же не вернут назад, а человек стареет в это время.